Даже не знаю с чего начать собственно это видео, потому что это был самый мощный трип за всю мою историю трехлетнего эксперимента над самим собой. Перед тем как мы начнем, сразу хочу сказать, что никого ни к чему не призываю, не принуждаю, не заставляю, делись исключительно своим жизненным опытом, навыками, наработками. Ответственность за свою жизнь вы несете сами. Также перед тем как мы начнем, сразу у меня для вас две новости. Первое. Относительно недавно вышла моя третья книга, завершающая трилогию. Называется «Танец архитекторов», где я подробно описал все то, что мне необходимо было донести. Писал я 8 месяцев. Уверен, что многие из вас найдут ответы на свои вопросы. И вторая новость. Недавно общался с Евгением, это директор Кедра, и он мне скинул видео, где показал, что они создали ферму, на которой выращивают интересные грибы с интересными названиями. Таких я даже не знаю. Приделаю сейчас небольшой скрин, где будет кратненько написано, что это такое, для чего, как и что с ними вообще нужно делать, для чего они нужны. Вот. Все необходимые ссылки я оставлю в описании или в закрепленном комментарии. А теперь, собственно, к теме этого видео. Хочу как-то предостеречь конкретно тебя. Мухоморы приходят в жизнь каждого человека тогда, когда он к ним готов. И здесь очень важная отсылка, что мухомор – это инструмент, обладающий своим сознанием. Вот у хирурга есть скальпель. Он и может как убить, да, так же и вылечить. Так же и мухомор. Он как ядерная бомба. Он может потихонечку так раскапывать тебя, а может как ядерным взрывом снести просто все, что есть в сознании человека. Не то, что там какие-то убеждения, страхи. Он может снести вообще все. И вот многие гонятся за громовками, за большими. Но взорвите своей голове ядерную бомбу. И посмотрите, какая будет глубина воронки и что с ней потом нужно будет делать. И что вообще получится теперь построить на этом месте. Поэтому многие, которые лезут люди к грибам, вообще не понимают, куда они лезут, зачем они это делают и что они хотят получить. Я сейчас приделываю небольшую схему. Вот у меня здесь все нарисовано. Мне нужно сейчас что-то будет донести. Первая схема максимально простая. Сверху видите домик, деревья, грибочек, солнышко. Это обычная жизнь человека. То есть он там живет, строит какой-то свой небоскреб жизни. Все у него здорово, классно. Но у него есть чувство неудовлетворенности. Как будто он занимается чем-то таким в своей жизни, что не имеет смысла. Как будто ходит постоянно по кругу. И если посмотреть с самого низа, то там есть источник жизни. Это то, откуда происходит вся жизнь. Не буду вдаваться в подробности моего вот этого путешествия, потому что грибы меня решили на относительно небольших дозировках забрать так глубоко, как я еще ни разу не ходил. Я повторюсь, это был самый мощный трип. Это было просто нечто. И в какой-то момент я думал, что я сошел с ума. Все, это хана, это конец. Доигрался Женька со своими экспериментами. Благо, все обошлось. Поэтому я вот сейчас рассказываю об этом с полной серьезностью и уверенностью, предупредив тебя о том, чтобы ты не сувал пальцы в розетку для того, чтобы понять, что такое электричество. Суть в том, что когда ребенок рождается, он приходит от источника жизни, то есть он проявляется из пустоты. Он приходит в этот мир с абсолютно чистым сознанием, проявляясь из пустоты. И у него уже есть базовые настройки его аватара, какая-то уникальность. Я на картинке обозначил это как буква А. Это вот эти археологические артефакты. Любой артефакт — это уникальность, которая делает человека уникальным в этом мире. С самого раннего возраста это подавляется. И на ребенка с абсолютно раннего возраста накладывают какие-то убеждения, установки, ограничения, страхи. И это обозначено вот этим слоем, который я назвал слой убеждений и установок. И вот ребенок с этим слоем убеждений и установок выходит в свою взрослую жизнь и начинает строить свою жизнь. Начинает там строить свой небоскреб жизни, не понимая, зачем он это вообще делает. К чему вся эта долгая предыстория и вся вот эта схема? К тому, что когда человек начинает искать ответы на свои глубинные вопросы, к нему в жизнь приходит мухомор. Инструмент со своим собственным сознанием. И он доносит информацию на том языке, который человек готов воспринять. И я там справа обозначил проводник. Кто такой проводник? Человек, который понимает, как это работает. И самое интересное в том, что грибы сами выбирают для себя проводника в этом плотном мире. Кто-то работает там, допустим, с одними грибами, кто-то с другими. Вот для меня это пантерный мухомор. И когда ты понимаешь, как это работает, точнее даже не так, когда ты приходишь к грибам и не понимаешь, как это работает, то, соответственно, включается такая программа эго, что для того, чтобы познать чего-то непознанное, нужно съесть столько, чтобы ты прям сразу все понял. Сразу за один день все понял и изменил свою жизнь. На самом деле это правда. Но только что делать с последствиями этой жизни, это уже другой вопрос. Повторюсь, мухомор, вот у него даже форма такая, как ядерный взрыв, как ядерный гриб. И если ты не понимаешь, как это работает, то он будет как ядерная бомба. Он, весь этот дом, все эти деревья, все вот эти слои убеждений, даже вот это покороненные артефакты разносит в щепки настолько, что ты потом смотришь на всю вот эту яму, которая образовалась после взрыва, и не понимаешь, что с ней вообще нужно делать. И у тебя в голове остается только пустота. Пустота наполнена источником жизни. Что такое смерть? Смерть это... Сейчас я даже специально где-то там записал. Одну секундочку. Смерть это наблюдение за проявленной жизнью без возможности участия в ней. То есть отсутствие проявления себя, как уникального аватара. Таких наблюдающих за жизнью очень много находится в психиатрической клинике, у которых в голове пустота и некоторые мысли, зацикленные по кругу. Это поистине неинтересное впечатление смотреть за всем вот этим поведением человека. Поэтому я вот прям еще раз предупреждаю, отнеситесь к этому серьезно. Проводник, который понимает, как это работает, аккуратненько, вот как вот этот шахтатоннель я нарисовал, минуя все вот эти слои убеждений и установок, проникает в глубину подсознания и находит уникальные артефакты определенного человека. Потом он их вытаскивает на поверхность, и человек, уже вспомнив себя самого, свои уникальные артефакты начинает уже на имеющемся небоскребежине своей, начинает их проявлять, начинает что-то менять, дополнять, корректировать. То есть не происходит вот этого взрыва и вот этого разрушающего эффекта, который... Вот тоже есть такое мнение, что человек наелся грибов и потом начинает менять всю свою жизнь, разносить все в щепки, там все бросил, все там ушел в лес, сидит под деревом, и все он источник света, да, и жизни. Это такое себе, я вам скажу. Поэтому все хорошо в меру, все хорошо именно в балансе. И нужно уметь это все интегрировать и уметь вот этот, знаете, симбиотический союз. Когда у тебя уже есть база, у тебя уже есть опыт, у тебя уже есть какие-то достижения в этом мире, и ты вспоминаешь свои уникальные вот эти артефакты и начинаешь их проявлять в мир, тем самым дополняя свою уже сформированную картину мира. Это очень важно. И еще одна такая интересная картина. Зачем это вообще все надо, да? Смотрите, вот в этом путешествии, у меня сейчас даже состояние, сами видите, какое интересное, в этом путешествии мне показали такие вещи, которых даже сложно писать словами. И не о всех их я могу озвучивать, про них, да? Тоже есть небольшая схема, сейчас я ее приделаю. Попробую донести простым языком максимально абстрактную вещь. смотрите, есть некий источник жизни, да? То есть я его сверху обозначил максимально привитивно. Это максимально простая, банальная схема на пяти пальцах, да? Одной руки. Есть источник жизни. И есть вот эти шесть штучек, ну это условно шесть, на самом деле их восемь миллиардов, называется источник света. То есть источник жизни питает каждого человека, тем самым человек является проектором, источником жизни, который проецирует вот уже картинку в этот мир. То есть вот есть одно общее большое полотно жизни. И на этом общем полотне жизни есть общая картина мира. Допустим, я там нарисовал цветочек, да? Общая картина мира. И каждый источник света, как вот имея свое уникальное видение той или иной ситуации, он является частью этой всей картины мира. Он ее дополняет, он ее... Вот поэтому одна и та же ситуация у разных людей вызывает абсолютно разные эмоции, абсолютно разные видения ситуации и понимания. И самое интересное в том, что вот этот источник света, он находится внутри каждого человека. И этот свет, этот свет, вот это как раз безусловно любви, с помощью которого человек проявляет в мир свое, через свое уникальное предназначение, какие-то вот вещи, да, которые он считает, они ему необходимы. Таким образом появляется общая картина в целом. Здесь мне показали такую интересную вещь, что очень много источников света, да, вот как вот проекторы, которые на стену показывают что-то, мы это всего лишь проекция. Мы вот смотрим глазами, да, мы можем участвовать, оставляя после себя вот некий такой след, проекцию этого мира, да, какое-то видение, видение, какой-то вот свой продукт жизни, да, или какое-то свое участие в жизни. И очень много источников света, которые не включены. То есть сейчас вот этот новый период начинается, о котором мы с Надей еще давно рассказывали, что идет вот этот момент перехода в состояние новой цивилизации, да, в состояние осознанной цивилизации, где каждый человек будет включен. И самое интересное в том, что у него будет настроена вот эта резкость, четкость вот этого проектора. То есть не так, что там вроде что-то светит, но ничего не понятно, а вот что каждый будет включен максимально, четко, конкретно, будет понимать, что ему нужно делать, как ему нужно делать и для чего ему это нужно делать. и сейчас такое время когда идет вот эта ревизия почему сейчас так активно в жизни начали появляться вот именно грибы потому что они как раз эту ревизию и проводят то есть происходит такой момент когда идет вот этот тест если источник света и не светит то они попробуют там включить там когда потестили он не работает они его все типа мы его списываем утилизируем на его место приходит другой люди обновляются кто-то там умирает кто-то рождается это нормальное состояние те которых можно включить они их включают и потихоньку вот как раз через пробуждение через проявление и нахождение своего вот предназначения они его проявляют в этот мир вот настраивают эту четкость фокусировку с помощью которой человек уже будет включен то есть сейчас можете представить там 8 миллиардов проекторов да вот этих и каждый светит как попало кто-то светит кто-то не светит кто-то там вообще просто какое-то пятно высвечивает до непонятное у кого-то четкость все с друг другом как-то там недопонимают друг друга один хочет посмотреть у другого что там он показывает начинает перестраивать под него но невозможно подглядеть одну и ту же картину у всех она будет своя будь своя уникальная четкая картина и поэтому сейчас вот идет эта ревизия мне показали где идет конкретно уже разбор кто работает кто не работает кого можно оживить кого можно нужно подкорректировать и вот сейчас вот это люди которые всем этим занимаются они в этом людям помогают у кого-то это самого рождения включена их не заблокировали их нет не похоронили их артефакты и люди в этом состоянии живут и все они хорошо есть которые сами приходят в это состояние вот какими там чудными путями там вспоминают да и все у него за жизнь здорово и классно но есть необходимость вот этого хирургического вмешательства с помощью грибов которые вот именно как хирург они реанимируют то есть вот сидит там электрик прозванивает проводку до смотрит работает не работает что можно починить что можно не починить если совсем все плохо все в утиль если же можно исправить исправляют все все хорошо все работает и общий итог сейчас идет повторюсь к тому чтобы каждого человека включить вот в этот момент осознания четкости и понимания того что вообще будет происходить в этом мире да то есть не то что будет происходить чтобы вот эта картина мира на общем полотне жизни она была четко конкретная и было понятно о чем вообще речь идет потому что сейчас вот в этом каком-то непонимание сумбурным да идет вот какой тут рассинхрон и все что сейчас делается как раз делается для этого вот такое небольшое видео это прям максимально поверхностно в двух словах я постарался донести то что в этом путешествии мне показали и что необходимо озвучить надеюсь идея хоть как-то передалась поэтому не прощаюсь с вами увидимся